В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Трудности перевоза, припаркованные у контейнерных площадок автомобиля, стали большой проблемой для регионального оператора. Главное управление содержанием территории это обрабатывает и владельцу выставляется либо предписание, либо штраф в размере до 3000 рублей. Во Дворце культуры города Видное прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Сегодня мы, конечно, будем говорить слова благодарности, тем более то, что мы видим актуальность этой профессии и той миссии, которую они выполняют. Женский патруль госавтоинспекции поздравил водителей с 23 февраля. Такое, наверное, количество женщин они видели первый раз в форме сотрудников Дорожной патрульной службы. Огромные проблемы для регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора с контейнерных площадок, стали припаркованные у них автомобили. Часто водители оставляют под лобовым стеклом номер своего телефона и вопрос решается в течение нескольких минут. Но что делать, когда связи с владельцами машины нет, выяснял Максим Козлов. Город Видное, Жуковский проезд. Автомобиль Кер припаркован так, что спецтехника не может вывести мусор с этой контейнерной площадки. Теперь появились реальные и главнозаконные способы убрать мешающие коммунальщикам транспортное средство. Об этом нашей съемочной группе рассказал начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов. Советом депутатов принят регламент по перемещению таких транспортных средств. Мы их не эвакуируем на штрафстоянку, а перемещаем просто в свободное место для того, чтобы контейнерная площадка была открыта и региональный оператор спокойно мог подъехать и забрать мусор с данной площадки. Формально водитель транспортного средства не нарушает правил дорожного движения, ведь знака, запрещающего парковку, нет. А значит и на штрафстоянку эвакуировать автомобиль незаконно. А вот с кодексом административных правонарушений действия автолюбителя идут в разрез. Информация о нарушителе отправляется в Главное управление содержания территорий. Так с середины января нынешнего года называют Госаднотехнадзор. Главное управление содержания территории это обрабатывает и владельцу выставляется либо предписание, либо штраф в размере до 3000 рублей. Более 600 обращений на неправильную парковку транспортных средств поступает ежемесячно. Сейчас ситуацию пытаются изменить с помощью сотрудников муниципальной компании Дорсервис. После того, как автомобиль перемещается, информация об этом отправляется в единую диспетчерскую службу. Там водитель и узнает о судьбе своей машины. Бывают случаи, когда убрать помеху, например, большой грузовик невозможно и здесь выход найден. Привлекаем сотрудников ГИБДД. Соответственно, сотрудники ГИБДД через свою специализированную условную базу находят владельца. Мы пытаемся связаться с владельцем по телефону и он там в течение часа-двух перемещает свое автотранспортное средство. На настоящий момент администрация Ленинского городского округа заключила договор со специализированной организацией, которая на постоянной основе будет заниматься перемещением автомобилей, мешающих вывозу мусора. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Водозаборный узел в поселке Петровское был построен еще в 1958 году. Небольшая мощность оборудования и износ инфраструктуры привели к тому, что качество воды с течением времени ухудшилось. По государственной программе «Чистая вода» в минувшем году была проведена реконструкция объекта. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в режиме ВКС глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отчитался о работах, проведенных по модернизации водозаборного узла в поселке Петровское. Благодаря участию в программе «Чистая вода» были проведены полные реконструкции. Это и новые скважины. Установлено самое современное оборудование по водоочистке, водоподготовке. У нас срок окончания работ был март этого года, но в настоящее время, сейчас идет февраль, уже чистая вода подана потребителю, это порядка 1300 человек. Кроме того, в рамках реконструкции в четыре раза была увеличена мощность оборудования, что позволит создать резерв для подключения новых объектов. Раньше качество воды вызывало много нареканий у местных жителей. Теперь ситуация изменилась. Плачевная ситуация была. Просто старые трубы были, сейчас поменяли по городку и в домах тоже все трубы пластиковые поставили. Поэтому сейчас вот ВЗУ открыли, вода очень неплохая. Мотноватая, да, была и жесткая, то бишь чайник кипятить два-три раза и все, он весь белый. Также в этом году планируется сдать ВЗУ в деревнях Дроздова и Орлова, что позволит обеспечить чистой водой еще около 6 тысяч жителей муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе отметили День защитника Отечества. Праздничный концерт состоялся во Дворце культуры, где собралось несколько десятков военнослужащих. Слава поздравления, награждения и, конечно, развлекательная программа. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлий Покасьян. Перед началом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, в фойе Дворца культуры своей экспозиции представили два в местных военно-патриотических клуба «Радник» и «Застава». Их воспитанники демонстрировали находки, привезенные из экспедиции – оружие времен Великой Отечественной войны. Владимир Ивлев, когда-то просто участник клуба «Застава», сейчас помощник руководителя, решил не бросать военное дело и, поступив в высшее учебное заведение на факультет безопасности жизнедеятельности, считает важным с самого детства прививать к культуру любви к родине. Клубы созданы, наверное, больше для мальчиков, но девочки у нас там тоже есть. Мальчикам это предармией пригодится. То есть у нас должны вылезти истинные защитники родины. Тем более в сегодняшней мировой обстановке, мне кажется, патриотизм как никогда нужен. С древних времен армия шла рука об руку с церквью. В России восстанавливается институт духовенства. Более двухсот священников служат в воинских частях страны. Многие рода войск имеют своих божественных покровителей. Илья Пророк, Андрей Первозванный, Николай Чуватворец, князь Владимир. В воине носят имена, медали наградные в честь адмирала Ушакова и так далее. И главные награды страны ордена Андрея Первозвана. Поэтому мы вместе и в эти дни, конечно, поздравления и благодарения передаем нашим защитникам. Для них песни, танцы, ну и наши молитвы. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. В этот день глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил виновникам торжества благодарственные письма и грамоты. Поблагодарил за самоотверженность и отметил значимость их работы в такое непростое время. Это те люди, которые в прямом смысле защищают родину. Есть такая профессия, как звучит в том фильме. И сегодня мы, конечно, будем говорить слова благодарности. Тем более то, что мы видим актуальность этой профессии и той миссии, которую они выполняют, исполняют. Она не потеряла актуальность. События последние, где это подчеркивают. Бесконечные слова благодарности. Ну а нам всем, наверное, хочется пожелать мира и добра. Праздничный концерт продолжился выступлениями местных творческих коллективов. Юлия Погасенко, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видно этого. В Расторговской части Видного расположено семь мемориалов в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Представители территориального отдела, местные депутаты, а также воспитанники спортивного клуба «Орленок» 23 февраля возложили цветы к памятникам наших земляков. Устыла вечная слава воинам-землякам, которая высится на небольшом холме на пересечении улиц Черняховского и Тинькова. Утром 23 февраля было оживленно. С этой точки начался маршрут, по которому участники акции должны были проехать, посетив все памятные места Расторговской части Видного. Среди них представители территориального отдела, местные депутаты, а также воспитанники спортивного клуба «Орленок». поддержал акцию советник главы Александр Русков. Этот праздник общенациональной поддержки всех сил, добра и уверенности в будущем. Наши отцы, деды заложили хорошие традиции, когда мы, живущие сегодня, чтим и отдаем памяти тем событиям, которые многие годы были в России, за ее рубежами. И, конечно же, прежде всего, это дань тем людям, которые погибли в великих сражениях. В каждой семье есть свои воины-защитники. В этот день участники акции говорили о своих близких, кто для них стал примером мужества и гордости. Во-первых, это мой сын, который был участником боевых действий, старший. Средний у меня офицер полиции. И, соответственно, я старалась своих детей воспитывать в духе патриотизма. Для меня, в первую очередь, премьер-защитник отечества – отец. Для меня вообще то, что было связано с мужчиной и с армией, в первую очередь, я черпал из разговоров, рассказов отца. Он рассказывал, как воевал его дед. Армия все-таки меня как бы с детства и привлекала. И я готовился к тому, чтобы служить в армии. И, естественно, и школа в то время очень большое воспитание приносила. Мемориал Великой Отечественной войны на Расторговском кладбище стал следующим пунктом в маршруте участников акции. Воспитанники клуба «Орленок», выстроившись в почетный караул, отдали дань уважения воинам-землякам, защищавшим страну в годы войны. А после вместе со взрослыми возложили красные гвоздики к их могилам. Среди ребят – ученик одетского класса Иван Цибульский. В будущем он желает выбрать военную профессию. Примером для меня являются мои родные, а также люди, которые воевали в Афганистане, в Великую Отечественную войну. Именно такие мальчишки, повзрослев, и станут опорой нашей страны. Благодаря им Россия будет оставаться сильной и независимой державой. И уже сегодня, участвуя в подобных мероприятиях, ребята доказывают свою любовь к родине. Этот праздник очень значимый для нашей страны, для каждой семьи, потому что в каждой семье почти есть люди, кто участвовал в каких-то боевых действиях, в каких-то вооруженных конфликтах – это Афганистан, Сирия, Великая Отечественная война. В этот день торжественный эскорт проехал по всем семи мемориалам Расторгутской части Видного, отдавая дань памяти всем защитникам нашего Отечества. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудницы ГИБДД провели традиционную праздничную акцию. Совместно с учащимися Видновской школой номер 7 инспекторы поздравили водителей мужчин с 23 февраля. В преддверии 23 февраля сотрудницы ГИБДД останавливали водителей, но не для того, чтобы проверить документы. Представительницы прекрасной половины госавтоинспекции Ленинского городского округа поздравляли с праздником мужчин-автолюбителей и вручали небольшие сувениры. Днем в защите Котечества. Желаем вам счастья, благополучия, удачи, мирного неба, безопасных дорог. Я с нас вы пристегнута, поэтому соблюдаю эти правила. И с нами сегодня наши юные помощники. Поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья и удачи на дорогах. Спасибо большое, очень приятно. Такие поздравительные рейды стали уже доброй традицией. Сегодня мы решили сделать именно рейд, который состоял практически из одних женщин, сотрудниц госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу. Да, реакция у мужчин была сегодня интересной, потому что такое, наверное, количество женщин они видели первый раз в форме сотрудников дорожной патрульной службы. От лица госавтоинспекции хотим поздравить всех наших водителей. Всех наших защитников Отечества. С наступающим праздником хотим пожелать мирного неба над головой. И, соответственно, благополучия в семье. Мужчины искренне благодарили девушек в форме за поздравления и оказанное внимание. Молодцы. Приятно. Приятно. Спасибо. Сотрудницам ГИБДД с удовольствием помогали ученики начальных классов Видновской школы номер 7. 23 февраля такой праздник сразу ассоциируется с 1945 годом. Вот такие вот года, когда были, была Вторая мировая. Но сейчас с огрустным не надо. Сейчас вот праздник скоро. Надо веселиться, надо радоваться то, что мы все-таки живем и все будет хорошо. Так что у нас есть наши защитники. Поэтому бояться нам ничего не надо. Здоровья, счастья, питомцев больше и больше не пропали жены хорошие. Я представляю всех мужчин с этим праздником. Желаю, чтобы все было хорошо на дорогах, дома. Чтобы у вас всегда была улыбка на лице. Я поздравляю всех мужчин с наступающим 23 февраля. Желаю им, чтобы все у них прошло идеально. И этот праздник они отпраздновали очень хорошо. Как рассказала классная руководитель Оксана Краснощелкова, дети были очень рады принять участие в этом мероприятии. Когда узнали, что нас приглашают на такой рет, дети были счастливы, им хотелось подойти, поздравить. И, конечно же, мне было приятно, что нас приглашают на такие мероприятия. Лишний раз сказать нашим дорогим, любимым, сильным, прекрасным мужчинам. Поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья. Всего-всего-всего-всего наилучшего. Инспекторы рассказывают, что подобные акции привлекают внимание к проблеме обеспечения безопасности на проезжей части. А 23 февраля станет еще одним поводом напомнить, что мужчина должен быть защитником в любой ситуации, в том числе оберегать всех участников дорожного движения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 23 февраля торжественно открылся новый ночной клуб в знаменитом парк-отеле «Орловский», который назвали «Амбар» в соответствии с общей концепцией всего парка развлечений. На мероприятие съехались старые и новые друзья. А главной фишкой праздника стало открытие необычного музея, который вместил в себя тысяча и один экспонат бутылок русской водки. Новая точка притяжения высшего уровня – так назвали свое детище устроители современного арт-пространства «Амбар». На праздник открытия ночного клуба, который совпал с Днем Защитника Отечества, собрались десятки мужчин и дам, знающих толк в развлечениях и русской водке. Именно ее, беленькую, уже на входе предлагали попробовать каждому гостю. А еще можно было узнать много чего интересного из истории спиртных напитков. Не было спиртометров, и полугар являлся стандартом доброты. В отсутствие спиртометров доброту замеряли вот таким прибором. Это уменьшенная копия отжигательницы времен Петра Первого. Наливали тестируемый образец дистиллята, зернового дистиллята. Подогревали до кипения и поджигали. Когда плаве погаснет, замеряли оставшийся объем. Среди гостей были замечены и известные люди. Музыкант Андрей Олексин, актер, телеведущий Владимир Долинский. Потрясающий оазис. Вот сюда вырываешься, как какую-то сказку. То, что мы увидели здесь, я понимал, что будет хорошо. Я слышал какие-то слова, на что это будет настолько комфортно. Настолько, знаете, есть такое слово «вкусно». Вот здесь все вкусно, начиная от того, как ты въезжаешь сюда и видишь эти очаровательные дома, эти строения. Они с таким вкусом сделаны все. Так все стильно. Очень впечатлен коллекцией, в которой здесь собрано именно крепкий спиртный напиток, потому что у меня сама большая коллекция. И я немножко в этом понимаю. Коллекция, о которой рассказывает Андрей Олексин, это музей в стенах амбара, вместивший тысячу и одну бутылку царского напитка. Самая возрастная – водка «Молотов» 1943 года. Всем гостям было предложено поучаствовать в конкурсах на знания экспонатов музея. Победители ждали призы. Призы, собственно, экспонаты, которые не вместились в музей. Книга, которую написал ваш покорный слуга Лукьянов Сергей Николаевич. Я три книги написал в своей жизни. Я сегодня их буду разыгрывать. Пледы от компании «Монализа». Авторский подарок именной от Лепса с его автографом. Двухэтажное здание – точная копия дома-музея Москвы. На втором этаже приглушенный свет и соответствующая музыка создают чарующую атмосферу. Именно здесь, на сцене, состоялось торжественное открытие ночного клуба и награждение победителей конкурса. Вечер продолжился выступлениями артистов. Вместе с Юлией Береттой вспомнили песни группы «Стрелки». Два года подряд парк «Отель Орловский» признается лучшим в России загородным парком-отелем. Теперь же в нем появилась еще одна изюминка в виде ночного клуба «Амбар». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова